Все меньше времени остается до начала одного из важнейших событий в предпринимательской жизни Верхней Волжья. 17 марта в Твери впервые пройдет масштабный стартап-тур. Его организатором выступает инновационный центр Сколково, а содействие в проведении мероприятия в нашем городе оказывает Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». В рамках форума начинающим бизнесменам расскажут, как нужно действовать, чтобы сделать свое дело эффективным, прибыльным, популярным и интересным для инвесторов. Примечательно, что участие в стартап-туре бесплатное и открыто для всех желающих. Сергей Прохорчук – предприниматель с более чем 10-летним стажем. Свое дело мужчина открыл в конце нулевых, когда страна переживала последствия мирового финансового кризиса. Как признается Сергей, трудности его не пугали, ведь, как известно, даже в непростые экономические времена можно и нужно искать новые точки роста. Спустя 10 лет, в 2020 году, когда весь мир вновь столкнулся с трудностями, на этот раз связанными с распространением коронавируса, предприниматель также нашел в себе силы для нового начинания и придумал лифтовый рециркулятор воздуха. Устройство, которое обеззараживает воздух в лифтовых кабинах. Все люди, независимо от семьи, девяти, двенадцати этажей, на двадцати четырех, они ездят в одном пространстве, когда дышат микробами друг друга. То есть, ну, заметили тенденцию, что переопыление за счет этого вируса происходит. Теперь с этой разработкой Сергей выходит на всероссийский уровень. 17 марта он вместе с десятками других предпринимателей Верхней Волжья примет участие в масштабном стартап-туре, организованном инновационным центром Сколково. Мероприятие будет проходить в режиме онлайн и состоять из трех этапов. Образовательного, где расскажут, с чего начать и как защитить интеллектуальную собственность. Конкурса бизнес-проектов и деловой программы, где главным вопросом для обсуждения будет цифровое развитие региона. Стартап-тур будет проходить на площадке Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Тверской области. Прелесть конкурса заключается в том, что проекты подходят на любой стадии развития. И у нас есть проекты, например, ребят из школ или из Кванториума. Естественно, они на уровне идеи, как мы говорим, PowerPoint-презентации. И точно так же участвуют и представители вузов с глубокой научной проработкой проектов. И, что важно, представители частного бизнеса, которые презентуют уже готовый проект, который нуждается просто в масштабировании. На сегодняшний день, рассказывают в Центре «Мой бизнес», на участие в стартап-туре подано около 70 заявок. Более 50 проектов технологических стартапов уже прошли первичный отбор. Среди них новые экономичные разработки в сфере строительных материалов, стоматологии, приложения для оценки уровня боли и подбора наиболее эффективных лекарств и другие. Победитель стартап-тура получит приз в 300 тысяч рублей на развитие. Как считает глава региона Игорь Руденя, подобные проекты – отличная возможность проявить себя начинающим предпринимателем. Мы стремимся создать все условия, чтобы бизнес в Тверской области мог развиваться. Приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится. Добавим, что для участия в стартап-туре не обязательно иметь бизнес-идею. Можно зарегистрироваться в качестве представителя, СМИ, инвестора или просто зрителя. Регистрация дает возможность бесплатно принять участие во всех мероприятиях проекта. Это онлайн-выставка технологических проектов, менторская сессия с разборами стартапов, панельная дискуссия. Также участники смогут в прямом эфире задать вопросы экспертам и представителям фонда «Сколково», получить доступ к образовательной онлайн-программе, где известные бизнесмены и эксперты рассказывают об анализе рынка, привлечении финансов в стартап, дают мастер-класс по искусству пич-презентации. Полная программа «Стартап-тур» и регистрация на сайте startaptur.ru.